Во вторник премьер-министр Армении Никол Пашинян выразил опасения относительно позиции Армении в организации договора о коллективной безопасности. Он сказал, что опасается, что ОДКБ может выйти из Армении, не наоборот. О чем, по мнению НИТР, может сигнализировать это высказывание? И здесь же хотела бы спросить, намерена ли Россия предпринимать какие-то дополнительные шаги по урегулированию противоречий между членами ОДКБ? Вы знаете, я когда увидела это заявление, цитату, напомню, вы процитировали Николу Пашиняну, который сказал, что есть опасения, что ОДКБ выйдет из Армении. Вот я когда прочитала, мне почему-то вспомнились две другие цитаты классики. Помните, Булгаков, кто на ком стоял? И второе, Станиславский, надо любить искусство в себе, а не себя в искусстве. Вот почему-то я как-то сразу подумала, я оставляю все-таки вот эту часть вопроса для вашей дальнейшей проработки. Вы пытаетесь понять, о чем шла речь, действительно, кто на ком стоял. Вам хотел бы напомнить по второй части вопрос, что 13 сентября, 28 октября 2022 года в режиме ВКС были проведены внеочередные сессии Совета коллективной безопасности и организации. В Армении побывала миссия во главе с тогдашним генеральным секретарем этой структуры, Станиславом Засем, начальником объединенного штаба Анатолием Сидоровым. Был подготовлен план развертывания мониторинговой миссии ОДКБ. На созиданиях уставных органов организации в Ереване в ноябре 2022 года была практически завершена проработка соответствующего решения. Вместе с тем, из-за отдельных требований армянских коллег, которые были проблематичны для других членов ОДКБ, принять это решение в итоге не удалось. Вот это из практического, из объяснимого. То есть Россия не планирует дополнительно что-то сейчас выдвигать со своей стороны, правильно я понимаю? Ну, я рассказала, что было сделано. Если будут какие-то другие попытки обсуждения практических шагов, это же организация коллективной безопасности, они коллективно будут рассмотрены.